Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру. Мы продолжаем чтение первого послания апостола Петра. С вами священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Сегодня перед нами последняя, заключительная, пятая глава. Вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырем. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрее, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. При общем универсализме кафолических посланий данный фрагмент посвящен конкретной группе в теле церкви, пастырем. Важно, что с одной стороны апостол утверждает общность священства всех христиан, с другой же дает конкретные наставления священнослужителям, тем, кто управляет общинами. Здесь можно вспомнить ветхозаветный сюжет, связанный с Кореем, Дафаном и Авероном. Так как Павел называет церковь, собранную из народов, Новым Израилем, то, соответственно, многие установления из закона и священной истории еврейского народа перекликаются с жизнью христианских общин. В исходе описан конфликт, произошедший в израильском стану именно из-за неверного понимания святости общины и священнослужения как отдельного особенного дара. Выступившие с претензией об узурпации священнослужения Аароном и его сыновьями, а именно Кори, Дафан и Аверон, в итоге были поглощены землей. Понятно, что священник хлеба и вина Нового Завета совсем не то же, что священник крови Завета Ветхого. Об этом скажет и Павел, что Христос есть вечный первосвященник, но происходящий не из Аароновых детей, поэтому приведенная параллель будет, наверное, не до конца правомочен. Однако же есть и другой важный смысл. Перед Нагорной проповедью Христос призывает к себе и утверждает круг из двенадцати учеников апостолов. Здесь он сам выступает как исполнитель пророчества Моисея, который в свое время говорил, «Пророка, как меня из братьев твоих воздвигнет тебе Господь». И вот Христос и есть второй Моисей. И перед тем, как взойти на гору и принести оттуда новые скрижали, на этот раз заповеди блаженства, Христос и создает Новый Израиль, новых двенадцать колен, двенадцать апостолов. Ведь от оригинальных колен Израиля к тому моменту практически ничего не осталось, лишь колено Иуда, Левиты, маленькие анклавы от прежде многочисленного народа. Поэтому, воздвигая апостолов, Христос утверждает новую полноту, «Двенадцать, Новый Израиль, Новый Завет». По слову пророка, «Вот я заключусь Домом Израиля и Домом Иуды Новый Завет». Не такой, какой заключался отцами их. «И первыми среди равных здесь будет сам Петр. Он из лица всех скажет Христу, «Ты сын Бога жива». Он, не усомнившись, выйдет к Христу в бурю, чтобы достичь его хотя бы по водам. И ему же скажет Христос, предвидя его отпадение, равно как и отпадение всех учеников, «Ты, обратившись, утверди братью твою». И Петр не забудет упомянуть о своем участии в евангельской истории, сказав, например, что он свидетель страданий Христовых и участник в славе, о чем толкователи предположат, что здесь речь идет о славе преображения, которое потом ожидает и весь мир. Но главное, главные слова Христа, «Ты, Петр, и на этом камне я создам церковь». И к этому образу во второй главе первого послания Петр обратился, но утвердив, что камень – это сам Христос, основание, на котором только и возможно любое строительство. И обетование, данное Христом Петру, не есть лишь ему уникально данное обещание, равно как и многие действия и слова Петра, не есть лишь его личные, но выражающие апостольскую позицию в целом. И всякий апостол тем самым. Есть некая опорная конструкция в здании церкви, на Христе строимой и из христиан созидаемой. Вот оно, царское священство, как призвание христиан к освящению всего мира, как исполнение в христианах великого замысла Бога о человеке, как о царе и священнике всей вселенной, который приносит всю ее Богу, как твоя от твоих. Но и более узко, священнослужение как дар в общине, как знак единства общины в своем предстоятеле, а через это в Христе. Из священства служителя есть реализация и явление, во-первых, священства Христа. Не вновь каждый раз совершаем мы литургию, но всякий раз входим в ту же самую сионскую горницу. Не вновь призываем Святого Духа на человека, а вспоминаем дыхание Христа, примите Духа Святого. Поэтому Петр и называет себя сопастырем, а не пастыреначальником, что, казалось бы, было бы вроде ближе к его реальному положению. Не глава ли Петр над епископами и пресвитерами, как минимум хотя бы тех церквей, которые он сам же основал? Но нет. И об этом, к примеру, скажет апостол Павел. Разве Павел распялся за вас? Разве свое имя мы крестили? То есть лишь Христос истинный священник, и лишь он дарует свое священство как Петру и Павлу, так и всем от них принявшим. И именно как сотрудник, соработник на Неве Христовой, Петр и дает советы и братские наставления священнослужителям. Они просты. Ревность и искренность в служении. Бескорыстность, смирение. Для того момента времени эти рекомендации кажутся вроде бы несколько избыточными. Ведь при всех тех опасностях, гонениях и остром неприятии христиан в социуме сложно даже представить, чтобы кто-то бы, например, алчный, взялся за руководство общиной, зная, каким страшным опасностям он себя подвергает. Ведь по сравнению с ними, те ничтожные крохи, которые собирали общины для поддержания собственных бедных, и которые и распределял пастырь, и, соответственно, чем бы он мог злоупотребить, вот эти крохи явно не могут быть достаточным мотивом к начальствованию. Наиболее ярко прозвучат эти слова в последующие дни христианской истории. От Миланского Эдикта и до дня нынешнего. Вот именно тогда, когда смиренные ученики плотников и рыбаков получили вход к императорам, когда на одеждах вчерашних странников и пришельцев заблестели драгоценные камни, а апостольские сандалии сменил мягкие полонки, вот тогда и зазвучала вся сила этих слов. Горе тем, кто ищет в служении не Иисуса, а куска хлеба. При том, что получать пропитание от служения, в общем-то, не грешно и совершенно не зазорно. Об этом скажет, например, сам апостол Павел, говоря, что священник питается с алтаря, а благовестник от благовестия. Но никогда это не может быть мотивом к служению. Равно как и само понимание служения также двойственно. В нашей культуре оно воспринимается преимущественно как служение Богу, то есть священник есть богослужитель по преимуществу, но это однобокий перегиб. В забвении о необходимости осуществлять священнослужение как служение Богу и людям скрывается опасность деформации истинного христианского священства в стандартное языческое жречество, которое существует как специальный класс для осуществления связи народа с богами и, соответственно, пользующийся отсюда рядом преференции. На этом акцентируют внимание апостолы, показывая, что дар Христов несоотносим ни с даром Юпитера или Исиды или кого-то еще. Смирение – важнейшее качество не только учащегося, но и учащего христианина. Спаситель говорит, кто хочет быть большим, да будет вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, да будет всем раб. Поэтому духовное руководство общиной никогда не есть господство, а жертвенность и отеческое отношение. Параллель, увядающий, неувядаемый венец, происходит из тогдашнего культурного контекста. Лавровый венок – венец победителя, сообщавший ему, кроме славы и чести, еще часто и ряд вполне конкретных преференций в своем родном городе. Апостолы же проводят параллель между трудами атлетов, соблюдающих телесную дисциплину и тяжело трудящихся для достижения результатов за этот тленный венец, и христианами, пребывающими в трудах и подвиге для стяжания иного венца, нетленного сияния славы. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой веры, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу своего Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Смиритесь под крепкую руку Божию, никто не исхитит вас из руки моей, говорит Христос в богослужебных текстах страстного цикла. Это он говорит о своих последователях, приобретенных ценой его собственной жизни. Души праведников в руке Божией и мучений не коснется их, скажет книга Премудрости. Это не значит, что праведник будет пребывать в беспечности и без печали. Это значит, что с праведником всегда Бог, в любой жизненной перипетии, не ржащий его за руку, являя деятельное о нем попечение. Интересен образ дьявола, используемый апостолом, образ льва. Преподобный Исидор Пилосиот говорит, «Христос именуется львом по царственному достоинству и по неодолимости, праведник по небоязливости и бесстрашию, дьявол же по зверству и кровожадности, ибо ходил, как рыкающий лев, ища кого поглотить». А Блаженный Августин как бы продолжает на эту тему, замечая, «Кто бы избежал пасти этого льва, если бы не победил лев Атеуды?» То есть победы Христа над смертью и человечества, исхищенные с коль-либо деятельной власти дьявола. Противнику христиан можно и нужно противостать, оперевшись на крепкую руку Божию. И, как сказал апостол Иаков, «Дьявол убежит от вас». То есть никто и ничто не имеет в мире больше силы, чем его Творец, Бог. И с кем Бог, с тем и победы. Пусть иногда и приходящая странным путем, как об этом скажет, например, святитель Анзлетауст. «Что ты говоришь, если смирю себя, как буду высок?» «Да, — говорит Бог, — таково мое могущество, чтобы достигать одного посредством другого. Я владею средствами и искусством, не бойся. Моей воле повинуется природа вещей, а я не следую природе». Сия кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, «Чтобы уверить в вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствуют вас избранные, подобно вам церковь Вавилоне, и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лапзанием любви. Мир вам всем, во Христе Иисусе. Аминь». В последних строках послания упоминаются Силуан и Марк. Первый — в качестве секретаря или писца, то есть того, кто облег речь Петра в правильную литературную форму. Второй — церковными историками ассоциируется с Иоанном Марком, автором Евангелия по Петру. То есть, будучи первоначально спутником апостолов Варнавы и Павла, он впоследствии становится спутником Петра, от проповеди которого и составляет евангельский текст, который получит впоследствии в истории название «Евангелие от Марка». Относительно же места написания, упоминаемый здесь Вавилон, есть, по всей видимости, и насказание, так как на месте реального Вавилона к тому времени стояли лишь развалины. Под именем Вавилона в иудейской литературе, в том числе и в литературе апокрифической, часто фигурирует столица тогдашнего мира — Рим, полностью соответствующий библейскому пониманию самого названия «Вавилон», то есть смешения языков и народов. Таким образом, послания в Малазийские церкви из столицы империи Рима, подчеркивая парой стихов ранее, что те же скорби и гонения, которые воздвигает дьявол на христиан, характерны не только для церкви Вавилона или малазийских общин, но такие же терпят и братья, рассеянные в мире, то есть члены множества рассеянных по всей икумени христианских общин. Последними словами послания становятся традиционные пожелания мира. Но здесь это не просто мир, как отсутствие войны или мирное внутреннее устроение, а мир в Иисусе Христе. В том, кто сказал, «Мир мой оставляем вам, мир мой даю вам». Не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и не устрашается. И далее «Я победил мир». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...